Дитя порока и грешный ангел Борис родился в Мозырской колонии под Могилевом, где его мать, польская еврейка по происхождению, отбывала срок по политической статье. Моисей никогда не видел своего отца и так и не узнал его имени. Школа, спортивная секция, танцевальная студия при местном Доме культуры. С этого момента танцы стали его главным увлечением в жизни. Минское хореографическое училище. Окончив училище Моисей попал в балетную труппу Харьковского оперного театра, в котором сделал стремительную карьеру от артиста массовки до хореографа-постановщика. В 1975 году молодой танцовщик перебрался в литовский Каунас, где стал балетмейстером оркестра «Тримитас». Со временем Борис стал отходить от классической хореографии и все больше склонялся к экстратному жанру. Чтобы воплотить на сцене свои творческие идеи, он создал трио «Экспрессия», в состав которых вел двух эффектных танцовщиц. Выступление в популярном приморском варьете, в котором начинала петь Лайма Байкуле. Там на него обратила внимание Алла Пугачева. Она пригласила трио в Москву, и они стали гастролировать с Примадонной, а в 1987 году отправились в самостоятельное плавание. Работа в клубах Италии, Франции, Америки. В 90-е он вернулся на родину и через год представил на суд зрителей спектакль «Боря М. плюс Бонни М.» с участием легендарных Бонни М. С этого момента сам Моисеев запел. Его первые вокальные эксперименты были приняты публикой неоднозначно. Однако постепенно зрители оценили новый образ артиста. На протяжении нескольких следующих лет выходят спектакли, шоу, концертные программы, которые имели колоссальный успех. Параллельно он снимался в кино, участвовал в телевизионных шоу и даже был ведущим программы «Модный приговор». В 2006 году Борис получил звание заслуженного артиста России. «Модный приговор» В 2010 году у Моисеева случился инсульт, после которого ему так и не удалось полностью восстановиться. Борис Моисеев никогда не был женат и не имеет детей. Является крестным отцом дочери певицы Алены Апиной Ксении. Но в его жизни, утверждает он, была большая любовь. В 70-е годы литовская актриса театра и кино Евгения Плешките. Моисеев заваливал ее цветами и признаниями в любви. Сердце 37-летней красавицы дрогнуло. Страстный, ничем не закончившийся роман. В интернете слухи о том, что у Бориса роман задает тот весьма известный в Америке женщиной, которая владеет любилижным бизнесом. И дело, кажется, даже шло к свадьбе, но так до нее и не дошло. Сцена подняла меня с больничной койки. Я живу этим. Нет сцены – нет меня. Сцену я никогда не брошу. Хочется жить. Жить, чтобы покорять публику. Сцену я никогда не брошу. Субтитры создавал DimaTorzok